Здравствуйте, я представлюсь. Меня зовут Ильфан Фаридович Бекмаев, я профессор кафедры астрономии космической геодезии, института физики. Я сегодня постараюсь вам рассказать, как если бы вы захотели поступать к нам в Казанский университет, или если кто-то из ваших знакомых, молодых детей, племянников, внуков и так далее будет спрашивать, узнавать, ну вот некоторая информация о том, чтобы вы знали, что мы делаем в области астрономии в Казанском университете. И я постараюсь вам рассказать, что в общем-то мы довольно неплохо развиваемся в этом направлении. И здесь вот показан, значит, ну так уж для того, чтобы привлечь внимание, лекция называется «Вселенная в окуляре», поэтому я вам должен как бы рассказать про астероиды, экзопланеты и квазары, и немножко как мы их наблюдаем, что это означает. В середине, вот слева вернее, это здание нашей кафедры астрономии, которое было построено еще в 1838 году, и тогда это была городская астрономическая обсерватория, и в течение всего 19 века это здание было городской астрономической обсерваторией, оттуда выполнялись наблюдения астрономические. Вот там башенки вы видите, потом город Казань разросся, и астрономам пришлось уйти за город, и вот на следующем снимке видна вот тоже самая городская астрономическая обсерватория, но вот видите, рядом физфак, до этого еще в 19 веке физфака не было, но все равно было городское освещение, и, конечно, это очень мешало астрономическим наблюдениям. Поэтому астрономические наблюдения были вынесены за город, за городную обсерваторию, обсерваторию Ингельгарта, может быть, вы слышали, это станция обсерватория, Зеленодольский район, и фактически весь 20 век основные астрономические наблюдения выполнялись из обсерватории имени Ингельгарта. Потом город Казань разросся, появился завод Арксинтез, который начал освещать ночное небо, и такое было веление времени не только в Казани, не только в России, но и во всем мире, что нужно, видимо, строить обсерваторию где-то далеко от городов и лучше в горах, потому что в горах прозрачный воздух, нет турбулентной земной атмосферы, нет выбросов газов от домов, от всяких массивов жилых и от городского транспорта, и поэтому в 70-е годы была организована северо-кавказская астрономическая станция Казанского университета на Северном Кавказе. Это Карачаево-Черкесская республика, недалеко от того места, где была построена Российская Академия Наук, крупный инструмент, шестиметровый телескоп Российской Академии Наук. И здесь наши студенты сейчас в настоящее время проходят практику летнюю, приезжают сюда, выполняют астрономические наблюдения. Но время развивалось, это был 70-й, конец 20-го века, и появились космические спутники, которые делали снимки Земли из космоса, и стало понятно, что вообще-то вот средние широты, на которых мы живем, широта Казани 56 градусов, и европейские страны, это не очень хорошее место для астрономических наблюдений, потому что все-таки часто у нас облачный. Ну вот видите, Казань облачная, и на территории России достаточно часто погода облачная, и весь мир, все астрономы мира начали искать места, где бы поставить свои телескопы для того, чтобы не терять время из-за облачной погоды. И стали вестись поиски таких мест, но так получилось, что эти места могут оказаться не на территории с той страны, в которой вы живете. Вот, например, здесь вот снимок, это Европейская Южная обсерватория, 15 европейских стран объединились и договорились поставить свои телескопы в Чили, в Южном полушарии, вообще на другом континенте. Было международное соглашение, Чили согласилась их принять, и уже 60 лет, они там с 1962 года. В прошлом году отмечалось 60-летие, вот это видите, там много стран. Почему это важно? Потому что вот чем отличается вот этот снимок от этого? Здесь много зелени, это Северный Кавказ, это означает, что все-таки часто бывают дожди, хорошо поливают, вот и поэтому здесь все растет. Здесь зелени нету, здесь мы говорим лунный пейзаж, потому что место сухое, дождей нету, значит очень много ясных ночей. И вот в конце 20 века, в 1995 году Казанскому университету в Санкт-Петербурге, тогда город Ленинград, был изготовлен крупный телескоп с диаметром зеркала полтора метра, массой 38 тонн, и вот обсуждалось, где его поставить, этот телескоп. Вот было принято решение все-таки постараться его поставить в хорошем месте, с хорошим астроклиматом, и наши турецкие коллеги сказали, что вот в Турции они нашли хорошее место и предложили Казанскому университету объединиться в сотрудничестве так, что вот турецкая сторона взяла на себя обязательства по созданию самообсерватории, и по инфраструктуре обсерватории, вода, свет, тепло, охрана. А Казанский университет вместе с Академией наук Республики Татарстан и вместе с Институтом космических исследований объединился в проект, который стал сейчас называется международный проект российско-турецкого телескопа РТТ-150, российский-турецкий телескоп. И с 95-го года мы уже в 28-й год участвуем в этом совместном проекте, и о нем я вот как раз хочу немножко рассказать. Ну еще возвращаясь сюда, я хотел бы сказать, конечно, идеальное место наблюдения это в космосе. Когда вы вносите, говоря с ракетным технологиям, уже с 70-го года стало понятно, что если вы вынести телескоп в космос, это вообще будет идеальный случай, там атмосферы нет, ничто не поглощается. Вы можете наблюдать, видите, здесь написано, что современная астрономия стала всеволновой наукой. То есть мы не только в оптическом диапазоне наблюдаем, где человеческий глаз видит в очень узком диапазоне электромагнитного излучения, но и с космосом мы можем наблюдать в ультрафиолетовой области, в инфракрасной области, в рентгеновской области, в гамма-области, в радиообласти. То есть очень широкий диапазон. Поэтому на этом снимке показан телескоп Хаббла, который летает, который мы все знаем, который летает на орбите. Но эти телескопы очень дорогие, их очень мало, их на пальцах руки можно пересчитать, которые летают в космосе, и они нуждаются, как мы говорим, в наземной оптической поддержке. То есть современным таким вот, языком молодежи говорит, писком моды, что ли, является в астрономии сочетание наблюдений с космическим аппаратом, в тех диапазонах, где мы не можем наблюдать. Почему это очень важно? Потому что наша земная атмосфера полностью блокирует рентгеновское излучение, гамма-излучение, ультрафиолетовое излучение. Мы просто не знаем, что за объекты есть в космосе, потому что фотоны их поглощаются в земной атмосфере. Для того, чтобы узнать об этой Вселенной, рентгеновских, скажем, источников, вам нужно по-любому запускать аппарат в космос. Но, тем не менее, оказывается, нужна и наземная поддержка. Я чуть позже объясню, почему нужны и наземные телескопы. И вот такая связка наземного телескопа и космического телескопа, оказывается, является самым прогрессивным методом в настоящее время. И вот в этом проекте как раз наш телескоп, почему здесь появился Институт космических исследований Российской Академии Наук, потому что этот институт, он по своему названию, он запускает телескопы в космос, и они наблюдают из космоса. Но они понимали также, что им нужна поддержка таких телескопов, как есть у нас, и предложили нам сотрудничать. В 1995 году такое сотрудничество было. Видите, люди подписали договор, довольные стоят, и начали работу. Вот здесь показано наше преимущество. Вот Турция, это город Анталия, 50 километров от города Анталии. Вот здесь территория России, даже она находится выше этой карты. Вот Грузия, с север Грузии, здесь начинается Северный Кавказ. Мы гораздо южнее, на широте 37 градусов. Это означает, что мы видим те объекты, которые в Казани у нас находятся под горизонтом, и даже на территории Российской Федерации. Вот видите, южная часть неба, которую в Казани мы видим только отсюда. Дальше идет горизонт, эту часть неба мы не видим. Это самое большое наше преимущество среди других российских телескопов. Вот у нас телескоп установлен на южных широтах. Ну и дальше, конечно, вы видите, очень чистая атмосфера, высокая прозрачности, высота 2500 метров. Вот турецкая сторона построила здесь дорогу, провела электричество, воду и построила здание телескопа. Вот никто в современной астрономии уже не наблюдает глазом. Мы так по-старому назвали вселенной в окуляре. Да, когда вы берете школьный телескоп, вы получаете возможность посмотреть на Луну или на Солнце, или на звезды, на планеты и получить какую-то эмоциональную радость от того, что вы видите в телескоп. В профессиональной астрономии в современной ничего этого уже нет. Рядом с телескопом человека нет, наблюдения ведутся дистанционно. Более того, видите, под зеркалом телескопа располагается сложнейшая аппаратура. Тут куча электроники, оптика, спектрометры. Есть отдельное помещение, которое располагается на втором этаже. Отдельный спектрометр высокого разрешения. Видите, здесь призмы, дифракционные решетки. Вот это, в частности, вкладка Татарстана в этот проект, Академия наук республики Татарстан. Очень сложное, на самом деле, это мероприятие. Объединить усилия большого количества организаций. Все это очень дорого. Во-первых, на территории Турции это сделано. Вложилась турецкая сторона в создание здания, сооружения. Казанский университет. И это такой совершенно мощнейший современный комплекс из самых современных ПЗС-матриц. У всех, в принципе, сейчас у вас в телефонах есть то, с помощью чего мы получаем снимки ПЗС-матрицы. Но они являются фабричными, конвейерными. Как если по аналогии брать обычный автомобиль, который производится на конвейере на заводе, они оставляются сюда. А в астрономии используются широкоформатные, большие ПЗС-матрицы, крупноформатные. Здесь картинка матрицы, которая уставлена. Видите, она по размеру даже здесь другая. Охлаждаемая до минус 80 градусов. Это как автомобили Формула-1. Они штучные, их там всего 10 штук в мире. Очень дорогие, но зато вы можете на предельных скоростях. Поэтому для того, чтобы обеспечить самую высокую точность астрономических наблюдений, конечно, нужно использовать самую лучшую аппаратуру. Здесь мы, конечно, стоим основные участники, которые наши коллеги... Понятно, что я не один работаю. Работает большая группа, где-то у нас дюжина. Человек 12, и опытных, и молодых сотрудников, которые знают и электронику, и математику, и физику, и астрономию, и программирование. И для чего это нужно? И теорию, и эксперимент. То есть это такой большой коллектив, как можно было сказать, что мы как футбольная команда... То есть мы играем в игру не теннис, где один человек играет и сам за себя отвечает. Мы, условно говоря, играем в игру в футбол, где целая команда, защитник, нападающий, вратарь и тренер, где каждый делает свое дело. Но это связано с тем, что объекты, все самые простые законы, которые в физике, в астрофизике, законы Ньютона, они были открыты давно. Нам приходится изучать сложные объекты, которые до сих пор никто не исследовал, сложные источники на небе, которые никто до нас не открывал, никто не исследовал. И поэтому, конечно, здесь нужны специалисты разные. И вот современный астроном — это такой человек-специалист очень широкого профиля, который должен знать, кроме астрономии, физику, математику, программирование, английский язык, написание правильных статей, умение общаться с коллегами за рубежом на каком-то языке, какие-то элементы дипломатии и так далее. Потому что мир наш, к счастью, на небе границ нет, небо для всех единое, и все астрономы мира наблюдают источники на небе, те, которые они хотят, исходя из их интереса. Я сказал, что вот такой образ человека, стоящего рядом с телескопом, его сейчас во время наблюдения нет. Во время наблюдения астронома здесь нет, вы видите, мы сделали работу так называемому дистанционному или удаленному управлению телескопом. Сначала мы убрали, вывели с помощью компьютера наблюдения, стали выполнять в здании внизу, на первом этаже, а здание у нас трехэтажное. Потом мы вывели управление из этого здания сюда, в лабораторный корпус, и стали выполнять наблюдения с расстояния 200 метров от телескопа. Ну и дальше потом, собственно говоря, во время наблюдения вы не стоите рядом с телескопом, вы сидите рядом с компьютером, и у вас на компьютере вот такая панель, как вот у пилота Боинга или у космонавта, который летит, на котором все цифры, которые мы изучаем во время обучения на кафедре астрономии. То есть астроному здесь все понятно, какие цифры, куда направлен телескоп, какая температура, значит, какое время по Гринвичу и так далее, и так далее. И вот нажимая на соответствующие кнопки, мы выполняем наведение телескопа на нужный объект. Ну вот в настоящее время, с 2020 года, используя современные технологии электроники и интернета, мы довели этот проект наш до уровня, когда мы в настоящее время, сейчас вот выполняем, можем выполнять наблюдения прямо из Казани, вот из комнаты, из этого здания, которое я вам показал, кафедра астрономии космической геодезии, которая была построена Лобачевским и Симоновым в 1838 году, и в 19 веке оно использовалось для наблюдений, потом в 20 веке наблюдения ушли в загородную обсерваторию, а это здание мы уже более 100 лет используем для учебных целей, и вот в 2000 году мы этому зданию вернули статус обсерватории. Мы теперь из этого здания можем выполнять астрономические наблюдения, но только телескоп у нас находится в Турции, не в здании, как это было раньше. И вот здесь видно, что мы выполняем управление все, вот четыре монитора стоят, компьютера, здесь все передается, вся необходимая информация. Здесь вот тот самый экран, который я показывал, это управление телескопом, это изображение, которое передается с ПЗС-матрицы, и мы видим объект, туда ли мы навелись, это так называемый автогид, который позволяет очень точно следить за звездой. Здесь программа наблюдения, дальноблюдатели, куда наводиться, и здесь описание, что нужно сделать, то есть какую программу, спектр получить, или прямые снимки, так называемые астрометрии, или астрометрии. Здесь идет контроль, мы из Казани, с расстояния 2400 километров, 2400 километров, можем нажать на кнопку и подать там питание 220 вольт, 380 вольт, 27 вольт, так даже такие сложные вещи технические. Понятно, что там на псевраторе находится турецкий техник, который в случае чего аварийная ситуация или нештатная ситуация может там подстраховать нас и отключить. Но если все идет штатно, мы все управление с вечера до утра берем на себя управление отсюда из Казани и управляем, ну как по аналогии с космическим аппаратом, как будто мы отпустили в космос наш телескоп, он где-то там летает, есть центр управления полетами, и мы вот так им управляем. Вот так и мы, одни из немногих в России, так могут делать только наши коллеги, так выполняют людей в настоящее время в Московском университете и в Институте космических исследований РАН и Казани. Ни Петербург, ни Уральский университет, в котором есть астрономия, тоже пока таких возможностей не имеют. Мы в этом смысле вытащили Татарстан на какой-то всероссийский уровень, не уступаем ни москвичам, москвичам, ну у них там, понятно, финансирование больше, чем у нас. Конечно, в мире эта практика уже применяется раньше, применялась раньше, но вот мы вышли и в том числе, можно сказать, и на мировой уровень с точки зрения выполнения профессиональных астрономических наблюдений. Ну давайте дальше, значит, поговорим о том, собственно говоря, о что мы наблюдаем. Ну вот теперь давайте про астероиды. Так, значит, астероиды, что это такое? Значит, в Солнечной системе есть планеты Солнечной системы, Солнце, естественно, в центре, и планеты, 8 планет Солнечной системы, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Нептун, потом в конце, значит, Плутон был раньше 9 планеты, но после Плутона выяснилось, что есть еще такие же небольшие тела, как он, ну, несколько их, около пяти, и их группу, эту группу мелких тел объединили, сказали, что это плутониды, но они не могут, их не считают планетами, но кроме крупных планет есть еще Луны, вот у Земли есть одна Луна, несколько десятков Лун вокруг Юпитера, Сатурна обращаются на своих орбитах, и есть кометы, есть астероиды, и все это вот входит в семью, которая называется Солнечной системой. Но есть одна неприятность, она связана с тем, что иногда вот за те 4,5 миллиарда лет, которые Земля и Луна существуют, иногда происходят столкновения, иногда астероиды, кометы падают на поверхность Земли, и это может вызвать какие-то разные события, в том числе, возможно, потенциальное разрушение, ну, при нас таких сильных разрушений не было, возможно, они были там некоторое количество миллионов лет назад, считается, что Мексиканский залив был образован падением огромного астероида в 60 миллионов лет, но то, что такие события происходят, вот видно на снимке справа, это поверхность Луны, и это примерно территория Татарстана, здесь вот 400 километров на 250 километров, это снимок, который мы делали когда-то на нашем телескопе, видите, сколько здесь кратеров, чем хороша Луна, на Луне нету атмосферы, нет эрозии почвы, поэтому, если что-то там свалилось и оставил свой след, этот след остается навечно и хранится миллиарды лет, то есть Луна, это такой музей, хранящий информацию о местах падения астероидов комет на поверхность Луны, и вот эти, видите, следы падения астероидов, вот они в виде таких вот, ну, кратеров, наверное, размер примерно сколько-то, километров 50, почти больше, чем Казань, наверное, то есть понятно, что наши такие опасения человечества, что если, не дай бог, какой-нибудь большой астероид, большой, это несколько километров, летя со скоростью 10-20 километров в секунду, долетит до поверхности Луны, то он может вызвать разрушение, вот, и поэтому стоит задача, как бы, ну, сохранения землян, и для этого что нужно? Для этого надо, по крайней мере, знать, а летает ли вокруг нас нечто такое, камушки, которые могут представлять себя потенциально опасность, и вот такие объекты называются потенциально опасными астероидами, их сейчас насчитывается несколько сотен, это те объекты, которые в своем движении в Солнечной системе подлетают к Земле на расстоянии Земля-Луна. Они не представляют, вот сегодня, завтра, послезавтра, они с нами не столкнутся, но когда они подлетают к крупным телам Солнечной системы, из-за притяжения гравитационного их орбита может измениться, и вот сейчас они там пройдут на расстоянии, вот что здесь видно, это след, это вот несколько ночей наблюдений, первая ночь, вторая, третья, четвертая, звезды, которые далеко от нас, они как стояли на своих местах, так и остаются на своих местах, а астероид, он перемещается, мы делаем много кадров и видим, как он сдвигается, и он себя выдает. Вот этот астероид считался потенциально опасным, он прошел, правда, достаточно далеко от Земли, на расстоянии примерно Земля-Луна, никакой опасности реально для Земли не представлял, но в тот момент, когда вот он, в 2002 году мы его наблюдали еще, когда он здесь проходил, но может быть там лет через 100, через 200, из-за того, что его орбита изменилась, он будет представлять свою опасность. И вот такая программа, видите, мы уже 20 лет почти участвуем в этой программе по отслеживанию орбит таких опасных астероидов. Ну вот здесь показан пример, помните, было такое событие, нашумевшее 10 лет назад, в феврале, в марте, под Челябинском, Челябинский астероид, это было небольшое тело, всего 17 метров, камешек, который залетел, значит, в атмосферу, но не долетел, к счастью, вернее, долетел от него только камень размером полтора метра. Он был назван Чебаркуль-сиастероид. Он упал в озеро Чебаркуль, его нашли, вытащили, если вы будете когда-то в Челябинске, зайдите там в Краеведческий музей, он там должен лежать, это железо каменное, остаток от того большого, 17-метрового, который влетел, разогрелся, взорвался, вот то, что от него осталось, долетело в виде большого камушка и еще много мелких камушек. Но он вызвал, правда, такую взрывную волну, и, к сожалению, там почти полтора тысячи людей пострадало, когда услышало, увидел сначала всплеск яркий, но это было рано утром, 6 утра, выскочили посмотреть, а что там темно же было, а что там такое яркое, а потом пришла вот уже ударная волна звуковая, которая выбила стекла, и поскольку люди стояли около окон, вот кому-то не повезло, и стеклами, значит, их поранило. Вот, но это вот спрашивается, а почему вот астрономы не сказали об этом событии. Ну вот если посмотреть на картинку, вот смотрите, здесь Солнце, Меркурий, Венера, зеленая это Земля, а вот восстановлены орбиты этого астероида, да, это вот орбита Марса, и где-то вот на границе здесь орбиты Юпитера. Мы вот восстановили движение этого астероида, вот на синим светом показано, он принадлежит к числу классических астероидов, большая часть из них летает между орбитами Марса и Юпитера, вот здесь, вот как раз он летел здесь. Ну и вот произошло такое событие, видите, вот две эти траектории совпали. Вот траектория астероида, вот зеленая, это траектория Земли. Вот здесь они в 2013 году совпали, он влетел в атмосферу Земли. Когда мы наблюдаем ночью, мы наблюдаем в сторону противоположную от Солнца. Вот Солнце, значит, мы наблюдаем вот в эту сторону. Это означает, а астероид заходил вот с этой стороны. Видите, это означает, что он заходил со стороны, приближался к Земле со стороны Солнца, и в дневное время астрономические наблюдения мы не можем выполнять, потому что Солнце светит, слепит, и мы выполняем только ночные наблюдения. Поэтому шансов у астрономов такие астероиды пронаблюдать и сказать, вот такого числа произойдет столкновение, вот в отношении этого астероида не было. Но ведь бывают ситуации, когда Земля находится вот здесь на орбите, или вот здесь на орбите Солнце, с этой стороны мы смотрим в эту сторону, и мы могли бы его видеть здесь. Но не за сутки, не за два, а, скажем, вот за 10 лет до столкновения. Могли, да, если бы была такая программа, в которой бы мы контролировали движение таких астероидов на небесной сфере. Такая программа в мире, она поддержана даже Организацией Объединенных Наций, выполняется в разных странах. Для этого нужны, правда, специализированные телескопы. Наш телескоп, мы можем выполнять эту работу, но это не является специальной нашей задачей, потому что, к большому сожалению, в России таких крупных телескопов, как у Казанского университета, всего, наверное, на пальцах руки сосчитать, меньше, чем на пальцах руки пять телескопов. Это шестиметровый телескоп Российской Академии Наук, два с половиной метра у Московского университета, вот у нас полтора метра, еще на полтора метра стоит телескоп около Иркутска и два с половиной метра телескоп в Крымской астрофизической астероиде. Вот все, на все задачи, на весь космос, на всю Вселенную. Поэтому мы не можем себе позволить все ночи наблюдать только астероид, потому что есть большая наука астрофизика, о которой я сейчас дальше вам буду говорить. Но частично мы можем, оказывается, такие задачи решать, и мы их решаем. И вот, значит, что мы можем делать? Здесь вот пример. Здесь показано, вот какой график. Мы из наблюдений можем определить координаты астероидов, а люди, которые умеют считать их орбиты по теории Ньютона, даже с поправками Эйнштейна за всякие релятивистские эффекты, могут посчитать орбиту. И мы можем сравнить наблюденную орбиту и расчетную орбиту. И вот эта разница называется O-C. observations minus calculations. И вот если у вас расчеты точные и наблюдения точные, у вас эти величины должны совпасть, и разность между ними должна быть равна нулю. И мы видим, что действительно для многих астероидов эта разность лежит около нуля. Но есть, видите, астероиды, для которых эта разность сильно отклоняется. Причем наблюдения показывают, что точность наблюдения показана крестиками, а вот это отклонение, вот это большое расстояние от нуля, оно связано с неточностями теории. То есть люди, которые рассчитывают орбиты, оказывается, дают неправильные координаты, расчетные. Почему это происходит? Потому что они для того, чтобы рассчитать орбиту по закону Ньютона, в формуле Ньютона содержится масса астероида. Вы должны знать массу. А как вы определите массу, если вы не можете, он где-то далеко, вы его взвесить не можете, постукать о нем, его там молоточком не можете, из чего он состоит, определить не можете. Поэтому есть, условно говоря, какую-то массу они примерно используют, но им нужно дать дополнительную информацию о том, из чего состоит астероид. Оказывается, известно, что есть три основных группы астероидов, так называемые углистые хондриты, они самые неплотные, это уголек, сажа, фактически плотность их близка к плотности воды, учитывая, что уголь такое пористое вещество. Есть каменные астероиды, как щебенка, гравий, камень, это уже в 4 раза плотность больше, чем у воды. Есть железные астероиды, у которых плотность в 7 раз больше, чем у воды. И вот оказывается, если вы не знаете, из чего состоит астероид, вы в 10 раз можете промахнуться по массе астероида. Эта картинка сделана из космического аппарата. К большому сожалению, сами астероиды, они относительно небольшие, их размеры всего сотни метров, может быть, один километр, и на таких больших расстояниях, примерно миллион километров, сотни миллионов километров от нас, мы видим их как звездочки, они ничем не отличимы. А это подлетел к какому-то из астероидов космический аппарат, и вот он его сфотографировал, ну и мы некоторое представление получаем, что это картофелеобразное тело, которое летает. Но вот мы как-то должны научиться с помощью астероидов определять, из чего состоит астероид. Вот мы научились, два метода есть дополнительных, которые не использовали раньше в России, это называется полириметы. оказывается, сам астероид, мы его видим только потому, что он освещается Солнцем, то есть его поверхность освещается Солнцем, солнечные лучи отражаются от астероида, и благодаря этому мы этот астероид видим. Ну вот разные углистые хондрид, железные астероиды, каменные, будут по-разному отражать свет. Кроме того, в физике известно, что есть такой эффект поляризации света, я уж не буду здесь рассказывать о нем, там, если что, загуглите, загуглите, дома посмотрите, почитайте, что такое поляризация света. Оказывается, что на этом графике показано, что астероиды с разной поверхностью, углистые хондриды, каменные и железные, по-разному поляризуют солнечный свет. Если мы с помощью приборов наших можем эту поляризацию измерить, мы уже можем сказать какую-то дополнительную информацию, что это за астероид. И еще более точным методом является получение спектра астероидов. На самом деле это спектр солнца, но искаженный после того, как он отразился от поверхности астероида. И вот если бы свет, отраженный от астероида, не искажался, то мы бы видели прямую линию, то есть он был бы такой же, как спектр солнца. То есть по отношению к спектру солнца отличий бы не было. Мы видим, что у разных астероидов по-разному эта кривая спектр ведет. Вот здесь очень сильное отклонение от спектра солнца. Здесь они меньше, почти ровненькие. Это дает нам дополнительную информацию, из чего эти астероиды состоят. Вот это, скорее всего, углистый хондрид, а вот это, скорее всего, железный астероид. А вот это промежуточный. Вот он, скорее всего, каменный. И таким образом, если мы знаем плотность астероида и примерно знаем, какие у него размеры, мы можем определить массу. И вот такие фантастические вещи, мы как бы не можем долететь, мы не космонавты, ракет нет, чтобы туда отправить. Но используя наш телескоп, который стоит в Турции, мы при этом в Казани, мы наводим телескоп на астероид, получаем спектр или параллелиметрию, и можем сказать, какая у него плотность, какая масса, дать информацию теоретикам, чтобы они точнее посчитали эфемериды, то есть положения предвычисленные. То есть как только вы массу определили и плотность определили, дальше уже нет необходимости вам наблюдать этот астероид постоянно, потому что теория вам позволяет предвычислять, где он будет находиться в следующий момент времени. Дальше мы переходим к следующему астероиду и начинаем уже также изучать следующий. Вот несколько десятков, почти около сотни таких астероидов мы исследовали, ну и как бы являемся такими сторожами нашей планеты, ну как бы говорим, даем информацию, какой из них является опасным, какой из них не является опасным, ну то есть он где-то далеко летает и будет еще долго далеко летать, бог с ним, пусть там летает, живет своей жизнью, он нам никак не угрожает, а какие-то могут быть потенциально угрожающие. Вот такую как бы полезную, как мы говорим сейчас, прикладную работу мы выполняем. Другая работа, это такая, она набирает оборот сейчас в мире исследования, начались они в конце 20 века, в 1995 году была обнаружена первая экзопланета, то есть это планета, которая вращается около другой звезды, в созвездии Пегаса, 51-я звезда в созвездии Пегаса. И вот с этого начался бум, все начали пытаться находить планеты около других звезд, и сейчас их известно около 5000 экзопланет, около примерно 2000-2000 звезд в мире найдены экзопланеты, то есть у некоторых звезд найдены по 2-3 планеты, но вот самым точным, так называемым, является спектроскопический метод. Вот посмотрите, если у вас не было бы планеты вокруг Солнца, ну того Солнца, той звезды, эта бы звезда вращалась вокруг, только бы вращалась вокруг своего центра тяжести, в центре, который находится. Но небольшое притяжение от этой планеты приводит к тому, что кроме того, что звезда вращается вокруг своего центра масс, она вращается еще относительно центра масс системы звезда планеты. Вот он показан красным цветом. И таким образом, если мы наблюдаем эту звезду достаточно долго, с тем периодом, с которым эта планета вращается вокруг этой звезды, у нас есть шанс по эффекту Доплера, вот видите, здесь звезда удаляется от нас, вот здесь она приближается к нам, периодически удаляется от нас, приближается к нам. Если мы можем получать спектры этой звезды и научимся делать тончайшие изменения перемещения спектральных линий из-за эффекта Доплера в левую и вправую, я чуть дальше покажу эту картинку, у нас есть шанс определить, что около этой звезды вращается планета. Дело в том, что на фоне яркой звезды мы, к большому сожалению, эту планету издалека не увидим. Она тем более будет, поскольку расстояние далекое в астрономии, она будет сливаться в той точке, где мы видим звезду на небе. Поэтому увидеть просто так, как мы привыкли к Солнечной системе, видеть отдельные планеты, Сатурн, Юпитер, Марс, нам не удастся. Единственный шанс это выполнить такие измерения. Вот видите здесь, как раз о чем это говорит, эта картинка. Это говорит о том, что вращается какая-то планета около звезды, и линии в спектре этой звезды смещаются, и они показывают такую регулярную структуру с периодом вращения. Вот здесь посмотрите, 2003 год, 2004 год, 2005, 2006, 2007. То есть примерно 4 года через период обращения. Это значит, вы должны для того, чтобы найти объект около этой звезды, вы должны вести непрерывное наблюдение 4 года. Вот как вы думаете, а вот могут, да, и вот, значит, оказывается, сейчас астрономы знают, что Юпитер, самая массивная планета Солнечной системы, сдвигает наше Солнце тоже таким образом, что Солнце вращается не только вокруг своего центра, но и вокруг общего центра масс Солнца, Юпитер, но с периодом, с таким же, с каким Юпитер вращается вокруг Солнца. Это 12 лет. То есть если где-то сейчас около какой-то звезды, Тау-Кита, есть планета, и там живут люди, которым читают лекцию по астрономии, ну, в их униксе, в их там федеральном университете, и они зададутся целью вот узнать, есть ли планетная система вокруг Солнца, смогут ли они сказать да или нет, если у них есть такие телескопы, как у нас, в Казанском университете. Да, смогут, оказывается, но они должны наблюдать не менее 12 лет, потому что 12 лет это один оборот, а лучше, если они пронаблюдают 24 года, и вот такие, как бы, два раза пропишут эту кривую, тогда они точно скажут. Вот, то есть там кто-то из их астрономов должен посвятить свою жизнь, чтобы вот наблюдать только Солнце, всю свою научную карьеру 24 года, и в конце, значит, защитить кандидатскую или доктору, сказать, да, ребята, вот около них есть планета. Она, правда, конечно, имеет массу такую, как вот Юпитер, конечно, они не скажут, не смогут пока при той точности, которая есть, к сожалению, не удастся обнаружить планету с массой Земля. Для этого нужно еще повышать точность, сейчас такие методы существуют, я думаю, что вот на шкале 5 лет мы услышим и в интернет будут результаты, что около каких-то звезд найдены планеты, подобные Земле. Идем дальше, я еще одну картинку покажу, и мы на этом, я не понял. Вот я еще тогда расскажу вам о самом большом проекте, в который мы только вошли, и, наверное, если вы в следующий раз будете приходить, мы более подробно о нем будем рассказывать. Есть проект, в котором мы участвуем, это вот обсерватория рентгеновская, то, о чем я говорил, то, что нельзя увидеть с Земли, можно увидеть из космоса. если вы запускаете аппарат в космос, а вот в июле 2019 года с космодромом Байконур была запущена ракета Протон, на борту которой находилась орбитальная обсерватория спектра Генгамма. И мне посчастливилось быть в этот момент запуска, видеть, как эта ракета взлетает и несет на себе космический аппарат. И сейчас вот наш телескоп участвует в проекте совместных исследований с помощью этой обсерватории спектра Рентгенгамма объектов вот один только пример покажу. Далекие квазары. Вот что мы видим, вот что видит рентгеновский аппарат. Он видит, что на небе есть источник, который излучает колоссальное излучение в рентгеновской области. Мы находим в эту область наш телескоп и видим здесь оптический источник, который излучает этот же источник, он излучает и в оптике. Но по этой точке вы ничего не скажете. Но вот после того, как вы получаете спектр этого источника и расшифровываете, и вы понимаете, что это линия водорода, которая излучается там, в этом источнике очень далеко на длине волны в ультрафиолете, а мы наблюдаем ее в оптической области. И для нас мы можем посчитать так называемые красные смещения, то есть определить расстояние. И мы по этому спектру говорим, этот источник находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет от нас. И представляет он на себя не просто ни звездочку, ни планету, ни астероид. Это центр очень мощной галактики, гораздо более яркой, чем наша галактика, которая родилась 12 миллиардов лет назад. Какая она сейчас, мы не знаем, потому что это всего прошло 2 миллиарда лет с момента рождения Вселенной, и в центре находится сверхмассивная черная дыра с массами несколько сот миллионов масс Солнца, на которой идет аккреция вещества, и вот эта аккреция приводит к появлению рентгеновского излучения. Появляется еще такой джет, но, к счастью, для нас, для оптического телескопа еще есть оптическое излучение. Вот здесь как раз показано, зачем нужно два телескопа, потому что рентгеновский телескоп нам показывает, где находится такой источник, а с помощью оптического телескопа мы говорим нашим коллегам в Институте космических исследований, что это не звезда, не планета, не астероид, а что это кваза. То есть мы дешифрируем, расшифровываем, что из себя представляет рентгеновский источник. Ну вот я тут в своей лекции постарался, конечно, времени мало, как всегда, рассказать, что мы с помощью нашего телескопа, вот заключение, наш телескоп, который установлен в Турции и эксплуатируется совместно с Академией наук республики Тарстана космических исследований и Тюбитак, позволяет исследовать объекты, которые и рядом находятся в нашей Солнечной системе, и звезды нашей галактики, и далекие галактики на расстоянии миллиарда световых лет. И нашим студентам мы предоставляем такую возможность, что вот эти наблюдения, которые мы выполняем на нашем телескопе, мы им передаем для курсовых, для дипломных работ, понятно, для аспиранских, они защищают кандидатские, мудрые там взрослые люди уже и докторские диссертации, ну и каждый год к нам поступает достаточно много талантливых абитуриентов, мы набираем 25 человек в группу астрономов, вот здесь даже 30 человек было в прошлые годы, и у них есть шанс вот заниматься теми вещами, которыми мы занимаемся. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»